Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях Анна Юрьевна Ехира, заведующая картинной галереей городского округа Люберцы. Мы не раз уже встречались, но сегодня у неё абсолютное право весь наш эфир рассказывать о том, что юбилей у галереи. Сколько, напомню, тебе исполнилось лет? Пять лет. Пять лет. Ну это же совсем ещё не юбилей. Или это юбилей? Нет, это юбилей. Он пусть и маленький, но он значительный для нас. Как всё начиналось? Давайте вспоминать. Начиналось же тяжело. Давайте вот вспомним, да, по-моему, закладка камня произошла в 2004 году. Потом в 2007 началось строительство и долгая консервация. И лишь только в 2018 году уже был произведён полный косметический ремонт. И 15 марта 2018 года мы торжественно... Мы в этот же день, да, торжественно, она открылась. Конечно, жалко, что основатель непосредственно, да, Михаил Петрович Изместев не дожил совсем немного до своего детища. Всё-таки картина галереи – это его ребёнок. Он возлагал большие надежды. Но, к счастью, она всё-таки была построена. И она есть. Она есть. И мы продолжаем его дело. Ну вот мы сейчас поговорим о деле, но тут возникает вопрос. Я так понимаю, что это-то в какой-то степени само по себе было, ну, если хотите, сложным делом. Потому что, ну, когда город, там, миллионник, ну, или хотя бы центр области, я имею в виду, такой большой, да, по... То там пытаются, да, какую-то галерею. Как правило, тоже, ну, пытаются хотя бы пару картин где-то найти таких, ну, чтобы написать имя. Вот. Но это как бы такой подход. А здесь Люберцы под Москвой. Хочешь ты галерею? Пожалуйста, поезжайте. И туда Третьяковка, и Пушкинский. И как удалось вообще выбить эту историю именно для Люберец? Это как удалось это сделать? Потому что галерея... Театр, да, музей должен быть. А ведь галерея, ну, не все на неё иногда закрывают глаза. Не нужна вам галерея. А у вас она есть. У нас она есть. Долго он выбивал. Есть книга, посвященная как раз Люберецкой картинной галереи. Михаил Петрович сам её написал. Там всё очень прям прописано. Он ходил в администрацию, он выбивал, он писал письма, он согласовывал. На тот момент как раз рос фонд музея, и необходимо было расширить здание. И немножко выделить его... Конечно. И плюс ко всему он поддерживал художников. Он сам не был профессиональным художником, но он с детства тяготел именно к данному искусству. Но это иногда помогает, да, такие люди помогают, вернее, художникам. Вот. И для поддержки местных художников, в принципе, и была тогда вот эта мысль, вот эта идея. Мы продолжаем его дело. Да, было задумано вначале, что картина галереи будет экспонировать исключительно 18 картин наших передвижников, которые, да, находятся в Корееведческом музее. Но мы бы хотели показать не только талант уже великих, заслуженных художников, но которых уже нет с нами. Мы экспонируем по одной картине в год, как это известно. Мы бы хотели, и мы это делаем, мы показываем современные таланты. Это не говорит о том, что это только современное искусство, как абстракция, сюрреализм, да, или что-то непонятное. Ну да, да, да. Нет. Современность – это та же самая классика. Это фундаментальное искусство. То, на чём оно зиждется. Конечно. И, как по мне, это необходимо показать, что таланты есть. Их большое количество. Никто никуда не делся. Никто. И в первую очередь, конечно, мы всегда рады и принимаем, и в план ставим люберецких наших художников. А их много вообще, люберецких художников? Не очень. Ну, наверное, кто-то приезжает, уезжает. Да. Но вот на нашей базе, картинной галереи, раз в квартал, обязательно проходит собрание люберецкого отделения. Мы у себя их принимаем. Я знаю по последней информации, честно скажу, поменялся председатель. Теперь это Инна Васильевна Мармыко. Это молодая, талантливая художница. В принципе, с неё мы и начали. Первая персональная её выставка была именно у нас, стена, картина галереи. И сейчас будет свежий приток молодых, талантливых в разных направлениях. Там идёт огромная, колоссальная работа. И как мы обязаны картина галереи поддержать во всём и помочь. Ну, вот это важный момент. Мы чуть позже во второй части напомним, что там у нас ещё в галереи есть. Но сейчас остаёмся здесь вместе с молодыми художниками. Для них же это важно, история. А это как? Прописано где-то у вас в правилах, что вы должны... Ну, вообще, существуют какие-то правила, как это, устройства галереи, что вот есть установленные законом, что должны быть представлены местные художники? Или это просто ваше такое пожелание, что вы хотите продвигать именно Люберецких ребят? Нет, у нас есть устав. Устав, ага. Музейно-выставочного комплекса и положение по картинной галереи, где, как и в любом практически музее, прописано о том, что в первую очередь мы показываем достояние. Такого, что мы должны, обязаны, именно только Люберецких нет. Но вы решили их всё-таки поддержать? Конечно, но это же наши земляки, родные. А как? Ну, это хорошо. Для них устроилась картина галереи. Хорошо, но мы же всё равно понимаем, что картина галереи, она одна. Причём молодая, да? Так тяжело она пробивала себе дорогу попасть в неё. Но потом художники, они же тоже разные есть. Кто-то к этому относится так. Ну, галерея, галерея, может кажется, что его Лувр ждёт. Да, или Эрмитаж, или какой-нибудь музей современного искусства. Ну, по-разному люди к этому относятся. Но вот вы говорите, что есть, как это называется, общество, художник, союз. Союз, да. То есть они выбирают, кто имеет право публиковаться, размещаться в своей работе. Ну, может быть, там, в постоянном каком-то, или как вот выставка. Или может прийти к вам какой-то художник, показать свои работы. И вы скажете, вы знаете, давайте мы запланируем, может быть, через полгодика вашу выставку. Как это работает? Да, именно так работает. Мы проводим не только союзные выставки. Ага, вот это вот. Вот у них проект. Придумали они идею, концепцию. У них есть определённые выставки. Они приглашают всех своих. Начинается отбор работ. Это не что вот значит, что все войдут в выставку. Ну, то есть кураторство, да? Да, определённые, конечно, полотна войдут, которые подходят под данную задачу. А есть именно персональные участники. И к нам, в принципе, попасть очень легко. Просто необходимо написать на нашу официальную почту. Так. Прикрепить фотографии своих, да, именно выставки, которые вы хотели показать. Потому что всё-таки должна быть какая-то идея. Просто показать всё, что я умею. Так уже давно не работаю. Ну, про всё не бывает, да. Конечно. Ну, конечно, может быть, но хоть чуть позже. Это чеславие, да, такое. Это когда уже, вот я и так могу, из разных проектов. Когда вы состоялись. А для начинающих, молодых, всё-таки нужно показывать идею, возможности. И присылается, мы делаем отбор. А как вот вы делаете отбор? Хорошо. Ну, во-первых, вы отбор делаете профессиональный и такой человеческий всё вместе. Вы потом приглашаете человека, чтобы он к вам приехал, пришёл. Мы, я связываюсь, так как курирую это я, связываюсь, уточняю моменты уже некоторые. Были ли у нас в галерее, знают ли наши площади. Мы обсуждаем детали выставки. Если человек не был, конечно, мы назначаем встречу. Ну да, надо просчитывать что-то. Конечно, мы показываем и картину галерии, и Крывеческий музей. И уже договариваемся о датах. Если нам подходит данная выставка, мы договариваемся о датах. А он какие-то документы должен представить, что он художник, что это его картина? Такой вот вариант. Сейчас скажу. Это у нас просто был эфир недавно по экономическим преступлениям. Это у меня от него ещё осталось. Я поняла вас. Мало ли кто-то обмануть вас хочет. В основном все картины, они подписаны. Всегда есть подпись автора. Она в разных уголках, либо внутри картины. Можно чужую подписать. С обратной стороны. У нас же есть какие-то известные художники, сейчас сразу не вспомню, которые у них было принципиально, что они не подписывали. И поэтому до сих пор некоторые мучаются. Это он или не он? Таких немножко, но есть. У нас, благо, мы пока не попадали. Не попадали. Но для того, чтобы доказать, что это твоя картина, вполне возможно, необходимо её застраховать. Когда при страховании картины выдаётся сертификат. Честно, не расскажу, как это будет, так как не занимался этим ещё. И тогда идёт подтверждение с паспортными данными. Мы же на данный момент, как происходит, при приёмке картин обязательно делается акт о приёме, в котором указываются инициалы, паспортные данные, адрес проживания, номер телефона. То есть найдём ещё что? Обязательно. И перечень картин со всеми их, если что, трещинками, столами. А, да, у вас же ещё такой важный момент приёмки, чтобы потом не сказали, что вот у меня была картина, а вы мне тут... Обязательно, потому что на момент привоза картин до подписания документов они ещё авторы. Как только я подписываю документ, я беру на свою материальную ответственность данные полотна. Ну хорошо. А если, например, какой-то нелюберецкий художник, который живёт в Москве, ну, и вот он чувствует, что есть у него такое желание, он начинает в галерее, понятно, что не в Третьяковскую, а вот пытается найти, куда можно ему показаться. Таких вы можете тоже принять? Если вдруг действительно у него что-то интересное есть. Мы так на протяжении пяти лет принимаем. Мы не работаем исключительно вот только для Уберца, да, или Союз-Люберецкий. Мы можем уже похвастаться тем, что за эти пять лет провели три всероссийских выставки. Взяли два раза первый этап всероссийский. И именно при поддержке Союза художников России, Москвы и Подмосковья. У нас очень часто проходят персональные выставки художников именно России. И очень было приятно на юбилей картины галереи, когда именно академики Международной академии искусств признали наши заслуги и во всеуслышание сказали, что мы вторая творческая площадка после музейного комплекса «Новая Русалья». Это грандиозно, приятно быть вторыми. Причем это все-таки немножко разные площадки по, скажем, наверное, возможностям и по подаче. Но да, я там тоже был два раза, сейчас выставка там идет, и люди туда едут, и люди прямо, ну, это все-таки далеко, а Люберцы-то близко к Москве. То есть вы вторая площадка, значит, есть возможность стать первой. Ну, значит, мы среди муниципалов первые. Мы к этому шли, я честно скажу, я говорила о команде, всем коллективам музейного восточного комплекса, что мы должны быть наравне с «Новая Русалима». Несмотря на разные возможности, на разные площади. Да и на раскрутку тоже откровенно. Совершенно, да, все это разное, но у нас есть идея, мы должны это сделать. И мы это сделали. Сейчас вот новую пятилетку, мы начинаем с новых планов. Ну и тут можно уже, я говорю, рискнуть. Вот сейчас про новые планы и про, скажем так, про имеющиеся картины и работы, и про новые планы поговорим во второй части нашего интервью. Анна Юрьевна Ехира у нас в студии, заведующая картинной галереей городского округа Люберцы. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Анна Юрьевна Ехира у нас в студии, заведующая картинной галереей, которая исполнилась целых пять лет. Я уж не знаю, для картинной галереи, если сравнивать с Уфицы, с Эрмитажем, а с Пушкинским, ну, всё-таки это очень ещё маленький, но очень такой здоровый ребёнок, быстрорастущий, динамичный. Кстати, у вас галерея всё-таки это девочка или мальчик, по ощущению? Девочка. Девочка. Она прекрасная девочка. Боевая такая? Да, тем более с такими двумя старшими, да, это Малаховский музей или Берестский краеведческий, такие фундаментальные, которые уже давно, но много можно. Сама по себе немножко она, да? Да, она, да. Вот давайте, мы в первой части говорили о том, что действительно художник, и только люди могут сказать, хороший он художник, нравится, не нравится, академики, конечно, могут по-другому к этому отнестись, но всё-таки вы даёте возможность попытаться выставиться, поучаствовать в проектах каких-то совместных, самым разным художникам, не только живущим в городском округе Люберца, но всё-таки мы прекрасно понимаем, что в любом городе, куда мы приезжаем, целый округ, и всё-таки в нём есть что-то типа галереи, а в нашем случае это галерея, теперь уже борющаяся за право первой, с самим новым Иерусалимом, может, это и с Иерусалимом скоро уже поборется, вот, а человек идёт в эту галерею с ощущением, что вот что-то же я там должен увидеть, какие-то золотые, хоть одну, две, три картинки, если, ну, в зависимости от количества галереи, я должен увидеть и посмотреть, может быть, на что-то вот местное, что-то то, что меня может заинтересовать. Вот, исходя из чего строится ваша экспозиция, основная же, наверное, есть экспозиция, верно, и экспозиции, которые появляются? Да, есть основная, это, конечно, вот, на данный момент сейчас Юлия Клевер, это отдельный зал, ежегодно мы меняем полотна передвижников, до этого был Айвазовский, кто будет следующим, не скажу. Есть экспозиция, да, конечно... Это из собственных... Это из фондов Либерецко-Крыльевического музея. Ну, тут, я думаю, надо искать, кто тут работал, наверное, где-нибудь на дачах, что-то такое, нет? Или это, да? Ну, ладно, не будем гадать, да. Не будем, да. Экспозиция потрясающая, посвящена хождению Кутузова по Либерецкой земле, она, в принципе, встречает гостей как в музее, так и в картинной галереи, написал её наш с вами земляк Владимир Николаевич Засыпкин. Да, он нас презентовал картину свою. В 20-м году он выиграл первое место на международном, да, вот, конкурсе. Вот, потрясающе. Сейчас также находится его полотно, это посвящённое Невскому. Это из вот таких фундаментальных. Мы строим работу картинной галереи на том, что мы всё-таки временные выставки. Постоянство – это хорошо. Ну, для этого, наверное, нужен другой немножечко подход, другое помещение, может быть. Да, возможно, да, всё-таки. И давайте не будем забывать, для того, чтобы привлекать людей к себе, надо меняться всё. Нужно меняться, нужно показать как можно больше в нашем случае. То есть наша галерея, которая девочка, она модница у нас, да? Да, мы меняем. Наряды, да. Чтобы посмотреть постоянные экспозиции, это Либерецкий краеведческий музей. Там также выставлены потрясающие полотна среди экспозиции. Вот они, да, на постоянной основе. Мы всё-таки берём… Ну, хорошо. Тогда наши постоянные телезрители знают, что мы раза три, а то и четыре, может быть, рассказывали о разных выставках, которые у вас проходили. И я задавал тоже те вопросы, как это всё делается. Но, тем не менее, охота же, наверное, за какими-то выставками идёт, потому что задача, ну, как я понимаю, ваша, это не просто как… Ну, можно же просто какую-то выставку делать. А хочется сделать выставку, на которую люди пойдут. Да, или на которую, внимание, второй вариант, люди должны пойти, потому что вы хотите её показать. Как идёт эта борьба, чтобы выставилась, например, у вас, а не там в Химках где-нибудь условных? Вы выдираете у кого-то эти выставки? Нет, нет, честно скажу, не выдираю. Я не люблю такой формат работы. Мы, наверное, просто встаём в очередь. Да, и ждём спокойно. И ждём спокойно, потому что у каждой выставки, вот передвижно, у неё есть график, в какие дни и в каких городах она должна побывать. Сейчас мы вышли вот благодаря нашим друзьям, близким, да, на всероссийский уровень, и уже брали первые этапы. После нас уже ехали по всей стране. Я всё-таки за такой человеческий подход к работе… То есть не выхватывать из них, да? Не выхватывать, нет, ни в коем случае. Те выставки, которые мы хотим, мы по итогу встаём, мы их получаем. И свои проекты в первую очередь сделаем. А вот хорошо, вот выставки, которые вы встаёте, это где вы их смотрите? У вас какой-то есть список, который вы выбираете с коллегами? Или как это? Нам же интересно понять это. Мы связываемся с союзами, потому что в основном те выставки, которые мы хотим, это всё-таки проекты именно союзные. Они выступают как кураторами и организаторами. Это очень тяжёлая работа такая. Ну да. Вот. Мы с ними связываемся, узнаём, что на данный момент есть, чтобы подошло к нашим помещениям. Не все выставки могут подходить. Это я понимаю. Площадь у нас большая, а выставки могут быть маленькие. И есть официальный перечень Министерства культуры Московской области по передвижным выставкам. Ну это уже как бы, да, свыше спущенное по графику. Да, то есть можно тоже позвонить, уточнить, написать, приехать, посмотреть, оценить. Так же тоже можно работать. Ну вернёмся к проектам вашим, потому что, на мой взгляд, это тоже такое интересно. Конечно, хорошо показать чьё-то искусство, в общем-то, с вашей стороны. Ну, выбрать правильно, принять, разместить и немножко на лаврах почевать. А другое дело проектам, когда это всё-таки некая деятельность. Собрать людей или дать им возможность собраться, да. Как это работает, вот этот вот механизм привлечения для собственных проектов? Кто зачинщик? Они зачинщики? Или вы иногда им говорите, что-то у нас нужна такая-то выставка? Бывает такое, что мы зачинщики. Допустим, вот зимняя выставка, которая у нас проходила, именно была возможность дать Люберецкому отделению показать себя в полной красе. Была заложена идея, было написано описание, что бы хотелось нам увидеть. Мы пригласили председателя и секретаря местного отделения, передали им свои все пожелания, все хотения. И уже они начали работать с художниками. Был привоз картин, мы совместно всё отбирали. Делали пресс-релизы, описания, продвигали каждый на своём уровне эту выставку. И получилось очень даже хорошо, потому что после нас эта выставка уехала к государственной, к Жельский университет. Вот так вот даже? Ну супер, понятно. Сейчас вот летом мы решили попробовать ещё раз с нашим отделением летнюю выставку, уже посвящённую «С чего начинается Родина». Эта выставка посвящена детям. Вот посмотрим, как здесь у нас получится. Понятно. Ну, год 400-летия Люберец, мы же не можем не вспомнить об этой дате. Я так понимаю, основные, видимо, мероприятия будут осенью проходить. То есть время вроде бы как есть, но и нет. Что-то галерея будет делать на эту тему? Да, конечно. Также мы первый раз попробуем, мы являемся организаторами данного проекта. Мы хотим сделать пленерную выставку с художниками, привлечь не только наших местных, но и ближайших. Рисовать Люберца, писать? Да, может быть, это и избитая тема, с одной стороны, кому-то так покажется, а с другой, наконец-то, запечатлеть облик города, пока он есть вот такой красивый. Не только нашего города, но и ближайших наших посёлков. Ну, Малаховск, да. Обязательно будут 20 основных достопримечательностей. Потом эти полотна, часть по отбору, после открытия выставки, уйдут в фонд музея. Ну, я так понимаю, что у вас есть события, которые совсем скоро произойдут, да? Вот буквально в марте, что это будет? Да, в рамках праздничной программы, юбилея картины галереи, мы подготовили несколько таких необычайно интересных новых мероприятий, которые у нас вообще ранее не было. Это 29 марта в 16.00. Мы приглашаем всех желающих. Пройдёт презентация книги Владимира Марочкина «Александр Барыкин. Портрет на фоне эпохи». Ну, были здесь у нас, да. Да, будет его сын непосредственно, Георгий Александрович. Поэтому мы всех ждём с большим удовольствием. Там книги же, наверное, какие-то будут. И будут книги. Можно будет подписаться. И будут звёзды, которые пели песни Барыкина. Ох, как здорово! Можно будет взять автограф. Так что вот такой вот будет интересно. Да, послушать песни. Ну и, конечно, ещё одно мероприятие для нас, это очень важно. 31 марта в 16.00 пройдёт праздничный концерт «Русский мир» Сергея Рахманинова в рамках юбилея галереи и в честь 150-летия со дня рождения великого композитора. Вот опять же можно будет послушать Рахманинова и насладиться картинами, которые рядом. Сплатно мы всех приглашаем, будет потрясающая атмосфера, музыка, поэтому приходите. Всё, что мы говорили сегодня, мы двигаемся к финалу, это всё делается для посетителей. И понятно, что мы тоже об этом говорили в этой студии, запрос на искусство, он у нас такой всплесками, да, но в последнее время он присутствует. И так или иначе люди ходят и смотрят. Но для этого всё равно нужна какая-то компания, в том числе тот, чем мы сейчас занимаемся, тоже такая небольшая, но рекламная компания, рассказывающая о галерее. Как вы работаете со своими посетителями? Как вы продвигаете свой проект под названием «Галерею»? Мы их любим. Мы их всегда ждём и придумываем что-то новое. У нас создан, да и давно уже работает отдел развития, который непосредственно завязан с работой с посетителями. У нас включена пушкинская карта для того, чтобы привлечь молодое поколение и дать им возможность не оплачивать самостоятельно билеты. Для того, чтобы привлекать не только картинами, ведь картина-галерея – это история не только про картины и про живопись. Это история про любовь, про каждого из нас с вами. Поэтому у нас в большом количестве проходят и концерты, и мастер-классы, и театры. Да, да, да. Это потрясающе, ведь картины начинают по-другому выглядеть. Это и лекции, это и круглые столы, встречи, форумы, даже экономические форумы. Они уже слушаются совершенно по-другому, когда вокруг такая красота. Ну что, можно сделать вывод, что галерея живёт, девочка растёт не по дням и не по часам. Она разноплановая, яркая, многоликая. И наверняка в ближайшее время превратится в очаровательную девушку. И дальше у неё большой-большой путь. Но я думаю, что мы не последний раз в этом году встречаемся. Мы желаем вам удачи. Спасибо большое. И напомню, что пять лет исполнилась картинной галереи заведующая, которая сегодня была гостью нашей программы, Анна Юрьевна Ехира. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Павлененко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова